Да? Да. Давай. Второе послание к Коринфянам. Четвертое. Книги никогда не брать, которые лежат здесь вот эти вот. Вот здесь книги лежат, никогда не брать их. Маленькая пятнышка, это уже на продажу книги, нельзя трогать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла, 4 глава, 8 стих. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Толкование. В какой мере, говорит, все есть дело силы Божьей, что хотя мы скудельные сосуды и подвергаемся стольким и столь разнообразным искушениям, однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища, ибо подвергаемся скорбям во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи, между друзьями, между врагами, но не стеснены, потому что Бог расширяет сердца наши. То есть, хотя подвергаемся бедствиям и стеснениям, однако стоя твердо, не отчаиваемся и не побеждаемся, но в Боге находим помощь и побеждаем. Место Писания говорит нам в Евангелии от Матфея, что будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. То есть, в любых обстоятельствах христианин должен сохранить веру свою. Об этом апостол Павел как раз и говорит. Почему никакие скорби, никакие притеснения, гонения не сбивают христианина? Потому что он в надежде спасается. А если он еще возрастает верой в веру и нашел, зашел, нашел, зашел, нашел пажить, вышел и нашел пажить, как это мы читаем в Евангелии от Матфея, 10 глава, то, тем более, его ничто не сломит. Потому что благовестие всегда с ним. Но я вспоминаю, можно многих вспоминать. Мне вот Игнатия Тихоновича, пример очень такой, на сегодняшний день. Очень показательный. Когда люди ничего не знали тогда о Христе, и заходили даже те, кто его охранял. Он там, ну не говорю о заключенных. Заключенные могут всегда слушать, это понятно. Но те, которые охраняют, им-то зачем было слушать его? Открывали камеру и стояли в коридоре, ну чтобы не нарушать субординацию, я так понимаю, и слушали о Слове Божьем. Это же отчаяннейшее состояние, в тюрьме находясь. И вдруг оно так выходит. И мне это вот еще понравилось выражение Бойко. Когда его били уже, Бойко, как его? Николай как-то. Прокофьевич, да? Николай Евграфович. Евграфович. И когда его уже там убили, всяко наказывали, а потом спрашивают, ну вот скажи, ну зачем ты вот это делаешь? Сейчас вот видишь тебе, как тяжело, тебя там наказывают, там эти всякие там буры, там тебя засаживают в одиночки. А он говорит, понимаете, когда я был там, меня никто не слушал, а уж подавно вы. А теперь я здесь нахожусь, и вот вам рассказываю, и вы сидите покорно. Покорно меня вы слушаете, почему я все это делаю? А ведь он не одному это говорит. А почему? Нету отчаянного состояния. Если у тебя надежда в душе, ты христианин, знаешь Слово Божье, причем в первоисточнике знаешь, а еще у нас, и он-то вообще баптист, а у нас-то с толкованием святых отцов. Я понимаю, этот рассказ был для них, как сейчас посмотрели бы какой-нибудь фильм, и потом кто-то пересказывал. Люди слушают его даже. Ну, такой интересный. Ну, знать еще Игнат Тихоновича, как он рассказывает, а тогда он, наверное, вообще был на подъеме вдохновения, я понимаю, Господь помогал. Молитвенно. Все, как перед глазами стояло. Да и, как говорится, еще не было того, как испытания, как медными трубами еще не прошел. Так что, еще книги не были выпущены, еще много чего не было, еще общины не было. Так хотелось о многом сказать. Ну, не говоря уже об апостоле Павле. Апостол Павел сам об этом говорит, и здесь он, конечно, употребляет свой опыт. Дальше он в дальнейшем... В дальнейшем? Ну, вообще, в своих посланиях он нам рассказывает о том, каким он подвергался испытаниям, и даже побиваем был, и камнями, и выбросили его, как труп. А Господь и восстановил его. Потому что Господь видел, трудится человек. Как вот проповедь была. Почему сейчас у нас крест не оказывает такого чуда? Не знаю, потому что нету труда у нас над другими людьми. Только о себе думаем, и все. Как бы мне было получше, обустраиваемся, все. Лелеем себя, чтобы вкусно было все. А других нету разговора. Мало трудимся. Вот когда считаешь первый раз, Апостол Павел говорит, мы, и перечисляет. Какие страдания, скорби. И вот первый раз, когда считаешь, что у тебя все нормально. Ты в доставке живешь. С миром не участвуешь. Просто я верующий, молюсь, и у меня все хорошо. Ну хорошо, начальство хорошо относится. Только бы жить и жить. То есть, не так, как Павел-то говорит. Это экстрим какой-то все время. Не получится. А почему? Ну, человек, который занимается, бывает на мотоциклах, ездит по разным бездорожью. Так, не зови даже. Дают. Разве слов скажу. Говори. Выездим на воскресенье. Спасибо, Христос. Откуда ты будешь? Принято. А ну на занятиях, дорогой брат. На занятиях. И там где же. Я это делаю вместе. Все, поклон. А я бы хотел не так. Вот как это. Ну, то есть, нормально живу. На работе меня уважают. И в первый момент даже думаешь, почему у него у Павла так. А я хотел бы, чтобы нормально было. Не получится. Если ты целиком на это... Я полностью опушташен. Моего я нету. То есть, я не заботюсь ни о чем. Ну, хочу служить Богу. Хочешь, полной тебе ложкой будет страдание. А почему? Только будь христианином. Вот человек, который на мотоциклах по бездорожью ездит. И все они... И вот на меня вышел позавчера один из Гродно. Из Белоруссии. Хороший человек. Уже второй раз вышел. Ну, а хобби, как заниматься? А что? А они вот гоняют на мотоциклах по бездорожью-то. Я говорю, это самоубийство. Ну, да. Ну, ты же понимаешь, что ты себе не принадлежишь. Да у него сколько переломов там было. То есть, они по бездорожью, канавы, кто дальше прыгнет. Вот они там по пескам, по камням. И везде. Но сейчас он прилепился второй раз и уже не отходит. Задает вопросы. Ну, видно, человек осознал это дело. Ему можно быть переломов? Нельзя. Он вышел на такой путь. А можно так, чтобы он совсем не задумывался? Не придется. Я с таким лежал переломанным. Он там перевернулся, катился на него, на чем ездит. И дальше все переломано. Так и мы. Мы ступили на путь к христианству. Ну, ладно. Какие мы, неизвестно. Но впереди нас были люди. Вот я считаю, Ян Златоус. Прекрасный адвокат. К нему обращается. Он обращается к Богу. Наконец, делается известным. Пресвитером ставят. Он долго прятался. Не хотел. Написал шесть слов, каким должен быть священник. Шесть слов священства. И только тогда. То есть, по его, по Ян Златоусу, вообще ни одного священника не может быть. Как бы. Как бы. Но он соглашается. Значит, он то, что написал, он соответствует этому. А дальше. Ну, дальше архиепископ. Наконец, он патриарх Константинопольский. Уважение. Царица его потребовала туда. Но он истинный христианин. И в этом состоянии он не будет. А почему? А вот впереди что считали мы? Гонение, притеснение от лжебратьев. Вот это все на него надвинется. Как-то. Так его царица любит. А она не будет любить. Будет гнать его. А почему? Я не знаю пока. Но Писание говорит так. И вот там вдова Феогностова приходит и говорит. Царица у меня виноградник забрала. А у меня это единственное, что было. Я питалась этим. А почему царица взяла? А у них царский закон был такой. Царица, она не может воровать. Ей что-то понравилось. Она подошла. Ягодку оторвала. Так она не в чужом. Все. С того момента, как она оторвала, в рот понесла, этот сад принадлежит ей. Она не кисточку своровала. А хозяина найдут. Царицу никто не упрекнет, что она своровала. Этот сад ей принадлежит. Но она назначит цену и она заплатит за этот сад. Но сад-то хороший. И она так и сделала. И хотела купить, а та не продает. У нас, говорит, наследственный этот. Рядом около дороги. Ну как нет. Я царица. Он мне принадлежит. Но она пошла к златоуству. Он ей говорит. Это языческий закон. Божественного нет такого закона. Ты должна отдать. А кто ты такой? Я христианин. И вот будет самая лютая вражда. Это жена Аркадия. Безвольного правителя. Сына первого Феодосия. И дальше она возбегнет. Такое гонение. Патриарха Александрийская Феофила привлечет к себе. Все поднимет. Его свергнут. И дальше Бог посылает землетрясение. Она не знает, где спрятаться. Все качается. Дворцы рушатся. Его нашли. С половиной ссылки вернули. Весь Босфор горит огнями. Его лодки встречают. Но самое короткое время прошло только. И он снова говорит. Проповедь выходит. И опять беснуется Иродиада. Ищет головы Иоанновой. Иоанн Креститель. И он Иоанн. А эти прибежали. Говорят, он опять про тебя говорил. Он тебе Иродиадой назвал. Дальше уже начинается новая ссылка. И куда он не дойдет. А могло быть по-другому. Не могло он, христиане. Он обязан был вступиться. Обязан. Его никто не обязал, кроме совести и Бога. И когда ты вот это считаешь. Ты скажи. По мне это было не было, что ты в отчаянных обстоятельствах. Ну, веровал. Просидел. Так у тебя все нормально. Пришелол. Пост. Причастилась. На команду Андрея Критского сходила. Попела. Помолилась. Вообще нормально. Тебя уважают. Ты дочь или сын хороших родителей. Но если ты по правде будешь поступать. Вот это все по тебе покатится. Ты уже занаряжен на это. Вы вот это учтите очень сильно. Если этого нет. Подумай почему. Вот по мне это все прокатилось несколько раз. Поэтому я так и запомнил. Я там это стихотворение сижу в тюрьме пишу. По мне это прокатилось. И я благодарю Бога. Вот он говорит. Там вот люди, которые в тюрьме слушали. Это один только эпизод. А сколько этого было. Как везут. Самая опасная не тюрьма, не лагерь, а этап. Когда тебя везут. Когда конвой ни перед кем не подотчетен. Один из самых злостных. Просто бандитских. Это Новосибирский. Он нас вез. И конвоя к ногам Бог положил их всех. Да такого не бывает. Бывает. Я. Я вот перед вами сижу. А чем вы взяли? Ничем. Просто я молился. Они видят, что я верующий. Соседняя кричит. Батюшка. Вот у меня такая беда. Там мужа я убил. И прочее. Мне молитву надо. Я не отвечаю. А солдат ходит по коридору. Я откнулся, молюсь. Он подошел. Так. Отец. А почему вы не отвечаете? Я говорю. Устав запрещает разговаривать. Правильно. Так. Что вам надо? На молитву, чтобы написал. Он дает бумагу, карандаш, ручку. Пиши. Открывает кормушку. Я пишу. До этого я не мог писать. Он сам подошел. Теперь никто мне не скажет. Маленько я написал. Молитву отдал. Я говорю. В надбор. На двор не водят. В надбор водят тогда, когда из нас зре полезет. Он меня открывает и повел. А кричит. Батюшка. Да муж за столько. Женщины. Недержание. Как? Я подошел и говорю ему. Вы не могли бы этих женщин-то сводить? Ну не положено. Сейчас я начальнику скажу. Гляжу. Пошли на выводку по одной. Так они души нещат. Во-первых. Женщины ко мне расположились. Конвой. Я ничего не делал. Почему? Надежда Васильевна знает. Сколько молились. Молились везде. Во всех странах. И в Америке, и в Канаде, и в Японии. Это мне потом пошли письма. И в синоди, которые меня не знали, они любят узников. Почему? Бог берет от тебя по печенью. У меня никого нету. Ни связи. Все отнято. Все отнято. Бог говорит. Вот теперь ты полностью на моем иждивении. Что у вас есть? Вот два меща. Довольно. У кого была одна одежда, купи вторую. А тут все отняли. Вот как. Я не просто сторонний наблюдатель. А я вошел в эти слова, проверил, поднял руки, Господи, как точно все написано. И обойти это нельзя никак. Вот сегодня ночью я неоднократно видел сон один. Приходит человек и выбирает мои книги. Какую книгу не может найти. Ищет, ищет. Я встал, прям замучил меня ночью. Человек. А сегодня приходит этот человек, ищет книгу. Я его знать не знал. Первый раз увидел, даже в глаза его не видел. Это Бог так делает. Я так удивился. Какую книгу он ищет-то? А мне как голос говорит. Нет, мне эта книга нужна ему. Вот эта нужна книга. Для слова Божия нет ус. А я гляжу, там одна книга лежит. Действительно, одна книга лежит. Но он походил, взял только песену православию. А можно я в следующий раз приду? Спрашивает в воскресенье сейчас. Пошел, Борис звать. То есть Бог предупреждает, пристраивает. Почему мы его дети? Только открой душу, и он в душу тебе все это заложит. Ты вот отчитаешь, когда... И ты все время тряси сам себе. Господи, для меня ли этот устав написан? Войду ли я в это русло? Или ничего нету? Ну, шел, упал, там сломал шейный, говорится. И все, дальше лежу, и ничего нет. Или в жизни это будет. Там тоже твой крест будет. Там по другой шкале ты пойдешь. И она не минует. Почему? Бог разнарядил и показал. Мы не знаем, болеет ли наш президент, а мы усилили молитву. Усилили, молимся. И это как это скажется на нем и на нас. Нам дано, говорит, не судить, а молиться и заботиться. Вот и все. И вот это слово Божие живо и действенно. Оно проникает до разъявления души и духа. Составов и мозгов. Все. Девятый стих. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Толкование. Люди гонят нас, но Бог не оставляет нас. Ибо это попускается для того, чтобы мы упражнялись в борьбе, а не для того, чтобы мы пали. Противники, говорит, низлагают нас по телу и в вещах внешних. Но мы не погибаем. Благодушевствуем. И наслаждаемся постоянством духа. И при этом сохраняем при помощи Божией в мое тело. Хотел бы вспомнить новомучеников о декларации митрополита Сергия, которые отозвались со всей искренностью верующих людей. Это вот новомученики, соловецкие епископы многие. И очень многие епископы, которые не согласились с декларацией. И так они в безвестность бы канули, если бы не было тех, кто ушел за границу все-таки. Но они тоже потерпели гонение своеобразное. Но не до смерти до такой уже. Успели выскочить. Здесь же очень многие, десятки епископов, не говоря уже о тысячах священников, которые подверглись этим репрессиям, потому что они приняли эту смертоносную для души верующую декларацию, которая полностью расхолаживает и как раз ведет к той диванно-постельной религии, которую сейчас мы видим. Почему Игнатий Тихонович с таким чувством борется всегда с этим? Почему он всем своим видом и вообще всей своей деятельностью показывает это? Ну, на кого-то из нас тяжело темнуть, особенно когда выйдешь утром, в воскресенье, посмотришь на ряд будущих катафалков. Ну, что там говорить? Колесница есть, так она должна тогда уже возить что-то ценное и куда-то довезти. А ценно это Евангелие у нас. Ну, видим, ничего не бывает. Редко-редко кто... Вот брат один, Сергий, вот у нас помогает очень сильно своей колесницей. Дай Бог, чтобы не катафал был у тебя. Десятый стих. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Толкование. То есть, ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражая смерти Господа, свидетельствуем таким образом о жизни и о воскресении Его телом своим. Ибо если кто не верует, что Господь воскрес, он не будет иметь предлога к неверию, когда увидит, что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаемся живых. Вот и ответ на то, почему нету чудес. Где у нас кто умирает за истину-то? Как тот мужик, который решил Евангелие проповедовать, заскочил на бричку к другому, а потом говорит, ты давно о смерти-то задумывался. Вот тот его и сбросил, быстрее уехал. Он говорит, слава тебе Господи, пострадал за имя Христова. Надо уметь страдать за имя Христова. Одиннадцатый стих. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Толкование. Этим объясняются слова мертвости Иисуса, которые были неясны. Ибо он обычно разъясняет неясно сказанное. Слово же, чтобы и жизнь Иисусова открылась, кроме предыдущего толкования, должны быть истолкованы еще так. Как мы ныне подвергаемся смерти Христовой и решаемся заживо умереть за Него, так и Он благоизволит умерших нас оживотворить тогда. Это говорит апостол и в другом месте. Если же мы умерли со Христом, веруем, что и жить будем с Ним. Римлянам 6,8. Вот ко всем вопрос. Кто хотел бы пересказать эти слова, которые прочитали? Свежие, не вышли сейчас из помещения. Своими словами перескажите, что Он сказал. Начни первое. Как это понять? Как это сделать? И можно ли обойти это, чтобы этого не было? Просто живи, живи. Ходил в храм, исповедовался, причащался и все еще надо. А потом пособоруешься да и помрешь. Я конкретно пересказать не могу, но как я поняла, я поняла так, что если ты пошел за Христом, ты должен отвергнуться всего-всего, что у тебя не сближает тебя со Христом, а разъединяет. Ты должен примириться с тем, что на тебя будут так же, такие же будут гонения, что тебе будет жить в этом мире уже как отвержено. Тебя не будут понимать люди, но ты должна всего-всего отвергнуться, что у тебя было, как ты жила. Всю грязь из себя вычистить и идти за Христом, исполнять Его заповеди. Потому что ты избрала этот путь, а если ты избрала путь, ты должна следовать за Ним. А каждый путь предполагает то, что ты должна исполнять законы, заповеди Божии и идти за Христом и не оглядываясь ни налево, ни направо, как бы тебя не гнали, как бы тебя не обзывали, как бы тебе плохо не было. И все это претерпеть, потому что Христос претерпел за весь мир и что мне, мое только. Поэтому нужно всегда смотреть на раны Христа, на то, что ты выбрала этот путь и Господь дает силы тебе по нему идти. Я вот поняла так, что нужно отвернуться всех, всех своих, старых, все, что тебя тянуло и идти за Христом, облегчив себя от всего житейства. Какой-нибудь пример и приведите так, чтобы это еще более наглядно было в жизни. Коротко, мы крещение приняли, мы погреблись, мы как бы умерли для прежней жизни, мы воскресли заново. И также, значит, мы должны в себе все это помнить, что раз мы умерли для той жизни, значит, воскресли, значит, и Господь тоже воскресший, Он и нас воскресит. И мы четко это христиане должны, это осознавать, помнить и другим об этом говорить. А вот я просто сейчас стану и скажу. Я вчера исповедовалась, а вчера мне был звонок утром, перед тем, как идти на службу, был такой звонок из Тюмени. Там, где я в брату езжу, а его сноха мне звонит и говорит, я как-то как готовилась, когда у меня какое-то уныние, какое-то такое, думаю, какая же я, ужас, сколько всего у меня во мне плохого. И она мне звонит и говорит, Люда, я ходила в церковь, я исповедовалась, и вот ты мне скажи, пожалуйста, как мне сказал священник, сказал, ты должна почитать, ты должна почитать к причащению. Он сказал, что я почитать должна что-то к причащению. Я говорю, ну молитва к причастию. Она говорит, нет, он сказал не молитву, он сказал, он сказал по-другому как-то и назвал это все. Канон. Нет, не канон. Ну не важно. Он сказал как-то так очень странно. Я так и остолбенела. Она когда утром сказала, что она пойдет причащаться, я говорю, я приду, я тебя это само поздравляю, что ты так решила. И тут драк, я вдруг иду, и вечером она говорит, а он мне сказал то-то, то-то. Я так говорю, слушай, Света, так ты сказал, что ты на занятия ходила, что ты Слово Божие читаешь. Она говорит, я стала читать твои книги, которые ты мне дала. Стала толкование смотреть. У меня все перепуталось, все перепуталось. Я батюшке говорю, батюшка, а он говорит, все, читай в начале Жития Святых. Ты там все запутаешь, ты не понимаешь, что, ты читаешь Слово Божие и Жития Святых хотя бы на какую тему ты не понимаешь. Я посчитала, что она уже как-то готова, а тут она даже не знает, как причащаться, как что нужно читать. Я говорю, слушай, а ты знаешь, ты-то страх Божий имеешь хотя бы что-то у тебя. Есть у тебя вера какая-то. Она говорит, я считаю, что у меня есть желание ходить в церковь. Я говорю, я не про желание ходить. Вы там сейчас модно так у вас все ходите. Я говорю, ты, у тебя есть желание встречи со Христом, чтобы ты могла его принять. Вот как меня принимаешь в гости, можешь так его принять? Он говорит, ты что говоришь, как я могу его-то принять? Я говорю, вот ты когда дойдешь до этого, а сейчас никакое тебе не надо причастие. Ты исповедовалась и радуйся, а причащаться как бы тебе не сгореть и как бы не умереть. Я говорю, почитай эти молитвы, и когда ты прочитаешь, я знаю, что она такая обязательная. И ты скажешь, как у тебя сердце расположено? Она мне сейчас утром звонит и говорит, я-то вчера прочитала, да я как напугалась-то, я так напугалась, я же, я же вообще никто и звать меня никак. Да как же я бы, да ты как хорошо, что мне это сказала-то, я буду сейчас ходить на занятия. Я ж, я поняла, что я не могу как ты, так поститься, ходить в платке, там, ходить в церковь, ты как за стол так молишься. Я этого ничего не могу, я говорю, это не важно, лишь бы твой был страх Господен, любила бы ты, чтоб Христа, чтоб хотела идти по его заповедям, по его стопам. Она говорит, у меня этого нет, и мне надо тогда ходить на занятия, изучать, Слово Божие. Слушай, пример простой. Вот приехали, жили, потеряют тот человек в прошлом году и желают строиться. А где строится, там до него построенный дом был. Он посмотрел, он гнилой. Что он делает? До фундамента расчищает. Вот это необходимо все начинать с нуля. Что у тебя было, навыки, опыт? Убери, освободи. Чистый сосуд представь Господу. Вот это мертвость в Господе, мы умерли, если мы умерли, вот это первое толкование. Вот пример из жизни, когда строится. Это сказано Иеремия. Я поставил тебя разрушать, уничтожать и в конце, говорит, насаждать и возвращать. Нельзя насаждать, пока там ты не уберешь, что это, росла крапива и прочее. Надо все с корнями выдрать. Вот опыт мы этот имеем в жизни, но не знаем, как его применить. Почему нужно исследовать самих себя? Исследовать во свете Библии. А что там говорится? А у меня вот это, да совсем не по Библии. Выбрось. И никогда за это не держись. Тем более, начинают применять какие-то оправдательные мысли, документы. Ничего этого не надо. Полная безоговорочная капитуляция. Когда в Берлине были первые заключения мира, какое было? Белый флаг выкнули, пришли генералы, там гитера-то уже нету. Начали говорить, мы хотели условия, Жухов сказал, не разговаривать ничего. Запишите, безоговорочная капитуляция. Полная, абсолютная. Складывайте оружие, вы арестованы. Единственное, что можем вам гарантировать, жизнь до суда, до суда. А после суда вздернут кого-то еще на галеры. Вот так мы перед Богом. Полная, абсолютная капитуляция. Да я же трудился, я так любил. Вот об этом речь идет. Ты не отрекся своего. Все полностью, с нуля. С нуля начинать. И тогда Бог тебе покажет. С чистой сосуд его начинает одавливать. Но тогда уже с плотью и кровью ты от нее отрекся. Уже не советуйся. Почему вы не можете? Вот Серафиму Саровскому когда задали вопрос, ну вот как-то ты сумел, так он говорит, решимости не хватает. Вот это пятое качество лидера. Решительно порвался прежним вас, брата, никакого нету. Да она у меня вот была жена, мы жили тут трое ребятишек. Ну ты знал, что у нее живой муж? Живой. Отдай ее обратно, верни. Вспомни, когда Давид захватил и говорит, верните мою мелколу. Первое, что я тебе ставлю условие, вернуть. У Бога другая шкала. Вот у нас дождя нету, но первым делом что? Надо хоть как-то провода какие-то подтянуть, трубы, разбрызгиватели. Ниоткуда. В крайнем случае пойдут батюшки. А теперь уже молиться, а дождя нету. У Израиля такая же история была. И почему-то Бог положил на сердце кому-то и сказать, ни один пророк не ответит вам. У вас в рабах были гаванитяне? Ну да. А вы историю знаете, знаете. Они увидели, когда соседи народу уничтожаются, они сообразили, нас тоже они убьют. Давайте возьмем заплесневый хлеб и сдерем мешки дырявые и придем поклонимся и скажем мы далеко-далеко брали свежий хлеб пока дошли, пришли мешки и взорвались. Мы далеко, мы знаем вас Бог любит. Мы хотим с вами союз заключить. Но Израиль подумал, когда мирные соседи, союз здорово будет. Заключили союз, завтра пошли воевать, землю завоевывать. А они рядом от союза заключили не убивать друг друга. и они ахнули. А почему написано не попросили Господа? И они их вызвали. Да вы же обманули нас. Обманули, зато живые остались. С сегодняшнего дня ни один в университетах учиться у вас не будет. Ни в техникуме, нигде. Все ФЗО для вас закрыты. Вы будете единственное, что дрова готовить к Израилю воду носить. Это непрерывно будете делать. Из поколения в поколение. Они говорят с удовольствием. Такая вот дрова я умею, у меня талант такой есть, я любую чурку расколочу. Ну и пошли. Но когда пришел Саул, какая его нечистая сила дергал. Он поднял на них руку и стал их уничтожать. То есть Сталин пришел. Они были защищены договором. Саул нарушил. И теперь в Израиле засуха. И вдруг голос прозвучал. Детянам. Так это язычники. Какое откровение. Ну так и будет. Земля погибает. Пришли. Нам Бог сказал Иегова, что только вы знаете как это снять-то с нас. Как. Дайте нам семь мужей из дома Саулова. И мы их повесим перед солнцем. Так они. Ну все, больше идите отсюда. Мы сказали семь мужей отдайте. И они выбрали семь сыновей Сауловых. Они жили на поле работает. Приходит арестован. Я? Да я лояльный государю. Я согласился, что Саулово царство кончилось. Теперь Давидова не разговаривает. В дворе царя. А там стоит уже с кинжалом. Он заходит сразу. Удар готово дело. Лежит. Теперь вот они. Забирайте их. И они там полуживых может быть взяли и повесили. И как же мать отгоняла. И дальше все это описано. И все кончилось засуха пошло. вот чего не хватало. Коммунистов сдергнуть всех надо было, которые были палачами. По закону их. Я не призываю к этому. Отнюдь. Другого не было. Они подняли руки на священство, на дворянство, на офицерство. Они нарушили все договоры, все интеллигентство и уничтожили. Из дома Сталина, из центрального комитета всех призвать и повесить под солнцем. Вот оно как толкуется сегодня-то. А сегодня этого нет. Сегодня ничего и нет. Только молиться. снять с должностей минимальную пенсию. Это я уже говорю от себя. И все. Все будет по-другому. А этого нет. Те, которые расстреливали невинных людей, как Вавилов, они получают прекрасную пенсию. Живут в Барнауле. Пока, говорит, сам Бог не вмешался. Он спился, сошел с ума и в дурдоме кончил. Расстрельщик. На его совести 5000 человек расстреляны. Своей рукой. Это кто пишет? Свободный курс. Это у меня в книгу даже есть. Это по моей статье Тепляхов пишет Сергей. Надо научиться как называется экстраполяция переносить события на сегодняшний день. Как это выглядит? Павел сказал в мертвость Иисуса. То есть Иисус умер, ничего у меня нету. Одна повязка. Мы должны быть такими же. Как будто меня сегодня повесили на крест. Карманы выворачены. Одежда снята. А тогда Бог говорит заново воскрешаешь. Теперь я тебя награждаю. Все тебе даю мое царство. Ты с ним. А почему люди воруют так много? Потому что агитация сбила. Все вокруг. колхозное. Все вокруг мое. Пели песню? Пели. И он все ворует, потому что все мое. Самой в камере один сидит. И шестой раз я говорю, как ты попал? Ну вот так вот. Дуреком залетил. Ну шесть, Тарас, ты уже понял. Ну все вокруг мое, я так и понимаю. Остановился на станции Ребриха. Ему надо электричку дождаться. Ну решил походить, поразмышлять. Пошел. Курицы квохчут. Он ни слова не говорит. Через ограду перелез, залез курятник. Давай курицам голову отворачивать в мешок. До дома не доехал еще. А все вокруг колхозное, все мое. Курицы квохчут, это его курицы. Ну его-то с курицами милиция и поймала. И опять посадили, опять в камеру. И опять ему лет пять. Вот и все. То есть он на полном серьезе поверил, что коммунизм наступил. Что все общее. А он не наступил. И некоторым христианам тогда точно так же. Наступило Царствие Божие. Одни монастыри, как будто Царство на земле. Нет ни монастыря, ничего нету, и веры никакой нету. Зря поверили. Нет Царства на земле. На земле борьба. Церковь страдающая, борющаяся. И вот в это надо войти. Ничего нам Бог не обещал, кроме написанного здесь. Скорь, испытания. Золото переплавляется. И ты получишь обещанное. И при том не ослабляй напора. Беги. Особенно перед концом. Чувствуешь, что уже болеешь. Минуты не давай себе покой. Они так, старенькая, легла и лежит. Я вот когда ходил по деревням, то зайдешь, бабка лежит. Солнышко греет. Почему лежишь? Батюшка, болею. А где дочь? Да дочка уехала. А сын спился. Замерз. А ты-то еще лежишь. Не домогаю. Ну на горшок ходишь, ходишь. Вставай сейчас же. Ты знаешь наш президент в Японии? Нет. Молись за него Владимиром звать, чтобы его там не ухакошили. Поняла? Поняла. Слышала, что патриарх есть? Ну да. Звать его Кирилл. Молись. Вставай, чтобы больше не ложилось, а то я приду тебе тут. Бабка, гляжу, поднялась моя, пошла на улицу со мной. Вот это, скажет, беду нажила, дверь-то не заперла. Я вот по деревням как продудок, за мной связываю и печки дымятся, и трубы. Все, я их подниму до одной, полумертвые станут. Почему? Я их люблю, бабок. Я никого так в жизни не любил, как бабок. Да, лучше так. А ты не бабушка. В первом классе. Настоящий бабтист. Бабок влюблялся просто. Все, мама что-то приготовит, пироги, суп, я к ним бегу, несу. И вижу, какие они радостные, как они молятся, и все за тебя молятся. Может, оттуда все идет. Одиннадцатый стих. Причем уже. Двенадцатый. Двенадцатый. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Толкование. Смертью называют здесь искушение, говоря, мы находимся в опасностях, а вы наслаждаетесь жизнью, которая проистекает истекает из этих опасностей. Именно вследствие возвещания вам Евангелия, через которое вы живете вечной жизнью. Дальше. Тринадцатый стих. Но имея же, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Толкование. Выше упомянул об искушениях и о смерти. Потом сказал, что и от них избавил нас Иисус и привел основания, что для того именно избавил, чтобы утвердить в своем воскресении. Теперь утверждает, что это должно основываться на вере, а не на одних умствованиях. И говорит, Так Давид, находившийся в искушениях и освобожденный от них только Богом, сказал, я веровал, и потому говорил. Так и мы, имея тот же дух веры, который он имел, веруем, и потому говорим, что как Иисус воскрес, так и мы победим опасности и опять будем воскрешены. Заметь, что в ветхом и новом заветном эти один и тот же дух, заметь, это для тех, которые хулят в закон. Смотрите, об обратном порядке научитесь рассуждать. Это очень полезно для познавания более глубокого. Веровал, потому говорил. А теперь скажем, а не говорил, почему? Потому что не веровал. И поэтому не идут люди на благовестие, никуда они не идут. Он молчит и хороший. Почему? Веры нет. А у меня вера в душе. Вера в душе это прямое предательство. Вот здесь как раз это от всех в обратном порядке. Это закон. Так, я веровал, поэтому и говорил, везде и всюду буду говорить. А веру, ты почему молчишь, теперь и обратно. А почему не говорил? Потому что не веровал. Понятно? И поэтому не надо никого побуждать к благовестию. Вот у старобрядцев у них просто. Я говорю, а почему не идете? А зачем? У нас отцы никогда не ходили по домам. Мы не сектанты, не баптисты. Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Это здорово. Лежало тысячу лет. Это я братьев Карамазов, Бондарев, сказки у него написано. Медведь лежит и комар ему нос укусил. Он ударил, а комар-то взлетел и выше глаз. Он по носу сам себя как залимонил. Посмотрел, зачем ему не сидится. Летает. Посмотрел, вершина сосен качается и сосны что-то качает. А что ветер-то он не знает, он в ямке лежит. Посмотрел, и облака гляжу нету. Говорят, и земля крутится. Ох-ох-ох. Как подумаешь так-то? Во всей вселенной один только я хороший. Лежу себе и никого не трогаю. Не трогаю. А началось размышление это скомара. А вывод-то правильный. Лежит старовер и никому он не нужен. Старобрядец. Истовый. Вон, Володя хочет сказать. У меня небольшие свидетельства, короткие расскажу. Тоже вот так во время благовестия идешь, раздаешь Евангелие и говоришь о Христе. И кто-нибудь подойдет как бы с искушением. А ты вот ты хоть веришь в то, что ты говоришь-то? Я говорю, потому что я говорю, вот потому я и верю, что раз это. И у меня был один случай. В автобусе я ехал и тут девушка такая высокая очень села. И с другой стороны мужчина сел. Но я помолился и решил им визитки предложить. Начал говорить сразу о Боге, там о Христе, как-то рассказывать, шел на сайте и перешел на Священное Писание. О спасении начал говорить. Эта девушка рядом сидит, а вот она потом послушала, говорит, вот я, слушаю вас, вот я верю в то, что вы говорите. А бывают люди, встречаются, у них знания, но они, без веры так говорят. Когда пришел, Игнатьев еще рассказал, он говорит, это хорошее свидетельство. Я говорю, дорога исключил Ягла Николаевича Пести, а мужчина, я не раз рассказывал, а мужчина сидит против. Вот, говорит, я верю, я не верующий, я верю, верю в то, что вот этот мужик, который пропадает, он и верит. Без веры таких не бывает речей, это Яков Павловский пишет. Казалось, слепцу в славе небо являлось, дрожащее к небу рука поднималась и слезы текли из потухших очей. Слепой проповедник был. И это людям на сердце положится. Это вера. Вера. И вера передвигает горы. Горы, то есть люди, которые неподвижны на одном месте. Вот если я бы дал вам сейчас прослушать, просчитать, я копирую все время, приколю, идут отзывы. Вот сейчас, только сейчас зашел, собрание поставил, он сейчас закачивается, и тут я так, Олсен понял, что это или швед, или эстонист, кто-то из них, из двоих. Какие он слова мне написал. Смысл такой, какую надежду вы в нас, во всех вложили, что не все потеряно, что в православии еще жизнь есть, что еще могут пробудиться священники. И вы сколько делаете, и вас поносят, и вы однако продолжаете делать, понимаете, только не переставайте делать, понимаете, нам такая надежда. Вчера у меня добрый десяток таких поступил с разных стран, с разных республик. То есть, я не думаю, просто я отвечаю, говорю, и не перед кем же, просто хвостом не виляют. А людям это на сердце положено. И будет день, когда все будет рассмотрено по-другому. А сегодня они нападают, ну, после, какие-то там хулиганьоны у меня собрались, ну, я знаю, семинаристы, они благословленные, видимо, священниками, безобразничают, ужасно, поносят. Но это награда твоя. Что попало, говорят, охамело это до мозга костей. Просто говорят, ну, видимо, матерки у них стирают там. И они не знают, не видят, только одно, вот книги издали, а кто деньги? Это Америка все финансирует свои тоталитарные секты и другое. Почему храм не строите столько уж 20 лет и храм не можете построить? Это вам выгодно людьми командовать в вашем доме. Тусуетесь, приходите. То есть у нас архиереи, это все тусуется. Ну, явно, что безбожники. Но они семинаристы, их безбожниками нельзя назвать. Их можно назвать только чисто сатанисты уже. Они просто атеисты. То есть богохульники страшные, но они одобряются. А какой вред? Нигде. И они на Сергея Козлова вышли, говорят, ну, вы говорите, сколько там в интернете? Ну, выйдите, выйдите на скайп ко мне, на меня показывают. И поговорите, что, Кишкатенко? Ни один не выходит нигде. А другой, вы ошиблись, а мы принадлежим к истинной православной церкви. А истинно православная это Тихоновцы, подпольные, которых эти сергианцы, вот эта патриархия, она их узнавала, где молятся, и священник докладывал, их арестовывали, сажали, там расстреливали. Они лютые враги. А тут, главное, заступаются за семинаристов, истинно православное за семинаристов патриархии. Это, ну, вообще, они безрассудны. Да никогда, чтобы Рипс, это православная церковь, и подпольные, заступали за патриархию. Да, ну, не то, чтобы упор не видят, они вас за версту обходят. Как пропитанных ложью, предательством, неверием. Ну, на каждом шагу. И вот они поносят, и поносят, и... Ну, я что могу сказать на это? Слава, слава, слава Христу на каждом поношении. Вот это тебе говорил, Глеб, Грозовской-то его арестовали за педофилию-то. Обвинения какие? Ну, ничего не доказано. А он обо мне отдавался. Я посчитал, он плохо-то обо мне не отозвался, а просто сказал, как бы не знает. Его материал остался. Я должен молиться за него, у него беда. И он уехал в Израиль, и сразу вспомнил, дедушка у него еврей был, оказывается, и еврей, а он такой футболист, везде там, у него детские лагеря в Греции, там, в Эстонии, в каких-то таких местах много. А тут он взялся за наркоманов, а тут грант особые деньги отпускает. А другие уже перехватили, и они решили его посадить. Там показывают, какая причина-то где-то. Меня это не касается. И он уехал, когда в Израиль, и назад не вернулся. А эта прокуратура объявила его арест заочно, и обратилась к Израилю. Израилю арестовал, исковали ему руки-ноги. Он арестован, он говорит, дедушка у меня еврей, ни на что не смотрит. Но за него адвокатов несколько, сейчас ходатайствует, не знаю, выдадут, не выдадут. И вот о нем судят. А надо было вернуться ему? Не надо было вернуться. Ну он решил так, за что его судить-то? Он говорит, а там со мной вообще никто не будет разговаривать. Отсюда я могу хотя бы через адвоката письмо написать. И при том, ничего не доказано, совершенно ничего не доказано. Говорят, в какое время он там к девочкам заходил. Сейчас разобрались, а в это время он с женой был совсем в другом месте за тысячи километров от того. Нет ничего совершенно. Но очень сильные люди, которые там, видимо, взятки большие дали, любыми путями посадить. А посадили там ты бесправный, там как с Магнитским. Тебя насиловать будут, убивать, отрезать. Глеб, за него помолиться. Он очень выглядит такой, как нарцисс, называют, божий одуванщик. Молодой, у него семья, приемные дети. И сейчас, ага, девочки какие, такого же возраста. То есть, что попало на него, говорят. Почему они такие? Те, которые обвиняют, я думаю, они такие и есть. Я много про него прочитал, и вижу, ничего нет. Он нуждается в молитвенной поддержке. Больше ничего. Если кто на него выйдет, ну сейчас на него как, только через скайт, через сайт там выходить. Никогда не поддерживайте хулителей. Никогда. Особенно, когда тот человек умер, за себя не может заступиться. Вот сейчас немцов, на него сколько гонят. Он сколько зла сделал. Никогда свой голос туда не вставляйте. Его нету, и можно говорить, что угодно. Вот он был крещеный. Ну я грешный человек, я помолился за него, и все. Никогда не вплетайте свой голос в хор хулителей. Если пал человек, умер, и ты его поддержал, обрадовался, Писание говорит, Богу это не угодно, он поразит тебя. Даже враг ослеповал, враг застреленный. И тогда не радуйся. На патриарха сколько разных могут покушения, все время молитвы держите. Молитва, помоги, сохрани, оборони. Люди всегда думают, вот сделай Майдан, будет лучше. А вот только хуже и хуже. Лучше, когда мы соглашаемся и принимаем. Вот у меня заболело, вот, немножко было тут. Я только одно, Господи, да какая болезнь-то, не заразная, там что-то внутри, на коже никаких прыщей нет. Ну я это перенесу. И правда, прошло несколько дней, все прошло. А как? Никак, не ешь. У меня лучшее лекарство. И я отказался есть, и перестал давление, это внутреннее, возить, что-то удалило. Давай. 14-15 стихи. Зная, что воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Толкование. Чему же, говорит, мы веруем, и что знаем? То, что тот, кто воздвиг Иисуса, и ныне исхитит нас от опасностей, и напоследок воздвигнет, и представит нас с вами к наслаждению благами, возбуждает их к вере и доброй жизни, намекая же на лжи апостолов, которые говорили, что через их посредничество сообщаются их ученикам, от Бога благо говорит, все для вас, и самое воскресение, а не ради того или другого. Совершает же это Бог, и многим дарует благодать, чтобы при изобилии благодати произобиловала и благодарность, приносимая многими славу Божию. Почему же апостолы, приписывая благодать Божию себе, омрачают и славу ее? Ну, это омрачение сейчас достигло апогея, я так предполагаю, у нас, потому что, ладно, хоть раньше коммунисты были, до того там это разделение церкви, понятно, но сейчас-то что мешает? Все уже все узнали, маниквест царя 1905 года, древнеправославные церкви с новообновленцами подровнял всех. Жить только в мире, радоваться и благовествовать везде, ну и получать свое от мирской власти. Ну вот патриарх в последнее время, он там призывает, конечно, призывает тому, что надо к Евангелию там прийти, там и о Христе даже говорит, но дальше сам там примеры не показывает, теперь самое главное осталось, ты покажи пример, а примера-то нет никакого. Союз с властью такой, что декларация это так, и руда уже, меркнет. Не просто там освещают бронепоезда или еще что-нибудь, таких батюшек дают в армию. Они сами с самолета прыгают, прямо вместе с десантниками с этими. Летит, крестится, молится, вот они как смотрят на него, как на Бога, на парашюте, правда. Никакая нету. Мы были у одного, Бобриков Игорь, ему он самый ровесник, кажется. И продолжаем все еще с десантниками прыгать. И у него дома плах висит, ВДВ, и какие у него грамоты, и он, говорит, сейчас собираюсь, сейчас лететь, мы не могли бы по мощным парашютам достать, парашютов пять хотя бы, один парашют 250 тысяч. И это все на видео записано. И он прыгает, и где-то у него около трех тысяч прыжков. Это же вообразить невозможно. Ну, видимо, он первое место занимает, среди этих. Какие у него грамоты, награды. И он рассказывает, как молодые боятся прыгать, а он с ними вместе, и он их воодушевляет, и они прыгают. То есть у него там трактор, машина, самолет, что-то он даже в домашних условиях он продолжает их учить. Боевой, боевой, батюшка. Боевой-то, опять же, для плоти. Если бы он боевой, потом приземлились, он сказал, вот теперь больше так никогда не делайте, потому что это ничего не надо Господу. А нужны ваши только чистые души, которые примут словесное божественное молоко, которое возрастет потом в пищу нетленную, настоящую, а потом источники вод потекут из вас. И давай бы там дальше им рассказывал, бы все научил, да по слову Божьему все, да жития святых вплетал бы. Нет, вот все, залезьте, 2858 раз прыгнуть. Куда-то прыгнуть, что-то стрельнуть, что-то брякнуть, шмякнуть. Только ничего путнего не сказать, по Евангелию. Их прям стреляют, он стоит в Чечне, и прям показывают видеосъемки. Они только высунулись из брусера, чтобы он им помазывать начал. Раз одного в голову, и тут же отпевать. Отпели, все, со святыми упокоить. Батька, ну ты что делаешь там? Ну, ты же его под пули-то и подставляешь там. А что, они героически стали креститься. И никто его не обвиняет, ничего. И все. О, какое мужество! Какой здесь религиозный подвиг духовный и так далее. Господи помилуй, вы о чем говорите? Где же духовный подвиг? Парнишка не прочел ни одного слова Евангелия. Как к нам пришел Александр, ну так и канул, видать, в лету. Бриты там и так далее, охранники. О Христе начали говорить. Он, я, я вот сейчас готов на крест за Христа. Я говорю, а вот насчет бороды, как у тебя? Вот бороды не могу. Да и при чем тут борода? Что Христос пришел, что и нам это, город и брить? Город не брить. Не брить, да. Брить не брить. Я все равно знал, православный еврей. Эдуард, какая ситуация на Украине? Показано это пять, наверное, метрополитов. И сейчас в Крым-то ушло две епархии. Их передает Московская патриархия. А они там Московская патриархия. На Украине-то. И теперь отделятся от патриархии или нет? А их-то теперь подводят под статью измена Родине. Там вопрос-то по-другому стоит. До 25 лет тюрьмы священникам-то. И это все в газетах все это опубликовано. Вот если будет память, то помолитесь. Они не знают, говорят, вмешиваются, что делать. А в отдельный гетто или до конца быть там или бросить, как там Андрей Ткачев бросил пасту свою и бежал сюда ему прямо или завтра тебе башку снесут. Он ратовал там за Россию. Но другая сторона, все по-другому. Все по-другому. Ну и... Как кажется, неразрешимо. Вот меня все спросили бы, а как вы считаете? Никак. Только плакать и молиться. Другого нет. У них выхода никакого нет. Хоть так сделать, хоть так, все равно будешь виновен. Ничего не надо делать, надо просто молиться. А властям что нужно делать? Сажать, не бояться, пусть сажают. Говорит всем о Христе. Другого нет. Я никакого выхода не вижу. А они говорят, собирается, сенат расходится и не могут решиться полностью перейти к патриархии или отдельно украинская православная церковь. Не униатская, отдельно, чтобы была независимая в Украине, не подчиняющаяся патриарху Кириллу. Не знаю. Потому что ни то, ни другое в Евангелии не освящено. Я знаю терпением вашим, спасайте души ваши. Это определенно и четко. Как Кутузов говорил, наша задача, говорит, отсидеться. И тогда не надо воевать, ничего, он француз сам передохнет. У нас, говорит, Бородинского сражения не было бы, Михаил Иларионович Кутузов говорит. А они там, зима-то наступила, они как клопы повымерзли, а теперь находят их, которые не дорогой, то умерли. У всех позвоночники скривленные. Почему? Отащили, награбили сундучки с собой-то. Никто не дошел. А теперь, когда русские-то за ними дошли уже до Литвы, откуда он бежал, Наполеон-то, а они там в этих, в госпиталях были, у окна этих раненых французов выбрасывали на мороз, и все. Своих некуда ложить. Так описано. И какой вывод? Вывод один. Приготовься к испытаниям, которые грядут. Открывай двери. Пришла беда, отворяй ворота. Что ему было тут Наполеону делать? 600 тысяч завел сюда. А 300 тысяч только вывел. И все. А остальные, не надо было... Кутузов правильно говорит, как бы император не побуждал, Александр Первый, освободитель, говорит, мы бы отступили, дальше он за нами в Сибирь-то не пошел бы Наполеон. Он ждал, ключ дадут, ему дали ключ на тот свет. Надо научиться ждать. Терпением вашим, спасайте души ваши. И на Украине, и везде, нигде не участвовать. Вот на Украине, там это Буковина у них, это там, видимо, Молдавия с румынами. Вот этот Лонгин, его поставили, Михаил Жар, его фамилия. 450 беспризорников, детишек там, брошенных, глухонемослепых, спидовских, всех собирают. И он вышел, теперь он епископом. Я так понял, что он московская патриархия относится. И он выступил с воззванием, чтобы никто не отдавал своих сыновей в армию на Украине. Вот ему бы, если последовали другие, епископы-то, и все, война замерилась бы, никого нет. И он не побоялся, разослал, выступил открыто. Николай, ты не помнишь, были мы у Бубликова, сколько он прыжков сделал, отец Игорь? А что-то около сотни. Какие сотни? 2 800 с чем-то. Какая сотня? По-моему, 100 там, он говорил. Да 100 для него, это ролик, есть же. Он более 30 лет прыгает. Какие 100? Он же не каждый день прыгает. 18 или 20 лет только, а сейчас он моего возраста. Он при нас уже собирался опять. Парашюту просил помочь купить. Штук 5 хотя бы. Ну вот вопрос у меня есть, к нашей общине относящийся. Ну а мы вот это терпение это проявляем же. Да. И вот такие, видите, даже сведения пошли интересные, что у батюшки есть тайные молитвы в алтаре, что он молится о Московской Патрахии. Теперь он в Московской Патрахии, он-то знает. Но молиться-то он может хоть за кого-то запрещено молиться-то. Молитва, молятся про себя. Почему вы мне в душу лезете-то? Да, в душу, о чем речь? Я за патриарха молюсь все время, за папу римского, того и другого. Мы все молимся за Московскую Патрахию. Вот это я только молюсь за Московскую Патрахию. Да. Мы молимся же, у нас все время вслух молимся. Молитва разве может мне повредить как-то? Молитва только возвышает. А о чем вы молитесь? О духовном рождении. Чтобы всем Бог дал духовное рождение, никто не погиб. Какая моя вина? Это нам заповедь дана, молитва. Я говорю, какое же у тебя понятие о нашей общине? Ну, человек ушел из нашей общины. Сейчас в другой, он там, в греческой церкви. Вот такие моменты. Это не имеет значения. Молиться. Нам дано молиться. Я молюсь каждый день. За Обаму, за Горбачева. Я вот на эту тему как-то, ну, бывает такое, как бы, мозги свободные на работе. Руки делают, а мозги свободные. И вот такой момент, что, ну, как сказать, вот, вот как вот этот Борис сегодня сказал, он правильно говорит, ну, все понятно, но когда я узнал о канонах, то есть я все делаю неправильно. Он там ходил туда, канон узнал, он делает неправильно. То есть, и вот, ну, начинаешь замечать, ну, лично я-то из своего опыта, он хоть и небольшой, но там 20 с лишним лет, немного там, 22. Вот, и даже есть, садишься, вот, ну, сажусь, к примеру, сел, там чашку или что-то положил, перекрестился, а не возьмут, ну, там кто-то сосед свою чашку от моей отодвигает в сторонку. Ну, не знаю, для чего, что ли, с глазу боится, что ли, чего. Вот, ну, и прочие вот такие вот, как бы, ну, свидетельства, что ли, они такие, ну, привычные для христианина, я считаю, там, перекреститься, что-то сказать. Да, он, ну, как дела, я говорю, да все, слава Богу. То есть, даже вот это, говорю, слава Богу, и то, и то его аж всего, ну, передергивает, знамо кого, того, который сзади. Так вот, я к чему, и теперь бы, я вот для себя применяю, вот, бывают такие как-то минуты, что, а если вот, я вот сейчас вот в этом состоянии, вот, ну, с моими мыслями, и вот как я им свидетельствовал, говорил, и становлюсь такими же, как он, примут ли они меня или нет. Вот если волка изгоняют из ста, и все, это волк-одиночка, его там или кто-то загрязнет, или сам подохнет, или убьют. То есть, он никто. Вот, примут ли меня такого, обратно они. Я скажу, да я уже другой, я побрился там, опять курить начал там, шнапс, шкварки там, и прочее. Поверят ли они мне? И я вот так думал, думал, неа, я им буду вообще неинтересен. Сейчас они подходят, что-то спрашивают там, ну, бывает такое, что-то поговорить. Откуда ты все знаешь? Я говорю, да я не знаю, я изредка читаю Библию, и знаю оттуда маленько. А там что, про уран написано, что ли, или там про литий, каким его светом осветить, и что с ним будет? Я говорю, да все там, у Бога там на все ответы. И я понял, что они не примут меня, я им буду неинтересен. Как черная ворона среди белых, они себя считают, ну, правильными людьми, а я-то неправильный считаюсь. И вот этот момент такой, понимаете, вот он в жизни, вот так определится, если вступил ты на этот путь, все, не надеяться, что мир опять тебя возьмет. Вот те, ну, вот, которые наши бывшие, так сказать, ну, сообщинники, ушли от нас. Мир-то их принял, они и в мире так, а они не могут туда вписаться. Уже он не может быть таким же, не может быть, как они. Он вышел уже, он один раз попробовал, все. Он уже не может и мир, его не принимает. Я думаю, вот так, потому что закон природы, который Бог установил там, что если ты вышел хоть раз, все, почему этих вот стариков там, якуты там, унесли и все. Ну, и все, чтобы он там спокойненько почил в своем там рассуждении и прочее. Вот так и это. Поэтому, если уж мы взялись за гуш, то полезай в короб. Учительница детям доказывает, Бога нет. Но один бестолковый такой, Бога нет, а бабушка молится. Ну, бабушка старенькая, Бога нет. И, наконец, дети, поднимите руки, что Бога нет. Кором скажем, кое-как урок кончится, Бога нет. Это она говорит, ну, слава Богу. Это как с Аллилуевой у Сталина вышло, да? Жена Аллилуева. Решил с воскресеньем биться. Воскресенья не было, сколько? Четыре года не было воскресенья. Шестидневка была, потом опять вернули. Замучились. Без воскресенья никак не идет. Причем воскресенье именно в Сталине. Язык не поворачивается сказать, слава Богу, аллилуйя. И вдруг жена Аллилуева, он поневоле пишет у нее Аллилуева, и Аллилуев произносит язык Сталина. Вот Бог делает, вообще не придумаешь как. Аллилуйя. Ну, что, как, бабушка, поделитесь. Ну, что, ничего. Вначале у меня в трагматологию. Так. А, у вас как, вот, обстрелы. Потом железнодорожную перебросили. Так. Ну, ничего там, что, откачали. Откачали уже? Да. Ну, все. Операцию сделали. Кова? Да. С коленка. Нога у меня. А, все-таки бусит. Вам шприцом? Бусит, да, батюшка, бусит? Батюшка, шприцом? Да. Что, ударили или что сказали? Или мороз? Это кто из них? Нет, это жидкость. А так-то не помните, не остались ли? Вены там обследовали, не вены, тромбозов нет. Повезло. Вот, слава Богу. Вот, самое главное, вот это, батюшка. Раньше переговоры были на переговорных пунктах, придешь, закажешь и долго сидишь, ждешь. Да. Ну, и потом объявляют там заказ в такую-то кабину. Не бежишь? Ну, я служил в Таре. Ну, и вот придешь переговорить, надо было там с кем, ждешь. Вот, женщина одна заставка, а что говорит, все слыхать, кричат громко, плохо слыхать-то. Она там, Наташа, Наташа, как сдала там, значит, математику там в институте. Так там, четыре, ты хорошо, хорошо там. Ну, и все предметы перезывает, все. Ой, хорошо, хорошо. Научный атеизм. Сколько научный атеизм? Пять. Ох, пять, да слава тебе, Господи. Все, вот, знаете, сиделось, человек десять, вот, в момент все засмеяли. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Что тебя нету, да? Отлично. Слава тебе, Господи, что тебя нету. Получается. Ну, ладно. Ну, вы зледный такой, вы не кушали, наверное, ничего там? Да нет еще какой кушать, еще нет. Не думали быстро, а нет, что-то быстро. Ладно, что еще сестры-то хоть это. А так бы там вообще, там, вначале Надя вторым попала, потом передала меня Танев. Ну, надо попала. А страшная иголка, да, Ватска? Да нет, она тоненькая. А, тоненькая вам хочу. Он много, он раз в три. Той у меня тоже. Потом он этим новоколином промывается, раз в три еще закачивает, потом откачивает, откачивает, закачивает, откачивает. Ну, слава Богу, что вот мы поехали-то, Батюшка. Без подробностей, пожалуйста. Не, ну, хорошо. Холодеет все, холодеет. Не, не надо. Ну, это, сразу обвисла коленочка, да, все. Маленькие стоят и видят, что у меня танцы. А у меня тут подушка вот такая. И они не кланятся, не кланятся сзади, да. Христот Твой, Маленький, не кланятся к Батюшке. А ему нельзя, ему такая подушка. Батюшка, вот у Маленького. Простите, Федор, про нас потом. Давай заферу. Шестнадцатый стих. Посему мы не унываем, но если внешне нас, человек, и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Толкование. Поскольку, говорит, мы знаем силу Божию, и то, что Бог ныне освободит нас от опасностей, потом восставит нас просветленными, то не падаем духом и не отчаиваемся среди страданий. Далее, внешний человек, то есть тело клеит. Каким образом? Когда терпит бичевание, гонение. Внутренний же, то есть дух и душа обновляются. Таким образом? Имея благую надежду и дерзновение, как терпящий и радующийся ради Бога. Вопрос. Слово «вкусить» что означает? То объяснить. Давай, грамотно объясняю. Слово «вкусить». Попробовать. Попробовать. Вкусить. Что? Познать. Познать. Ну, слово «вкусить» как-то имеется в виду, что кушать к этому имеет отношение как-то? Нет. Нет, но и к этому тоже имеет. Но тут духовный вкус. Испытать и попробовать самому. Это значит «вкусить». В этом слове кроется что-то страшное или плохое? Ну да, главное, что вкушаешь. Это точно. Я сегодня настолько задумывался, когда считали, и говорят, и вкусил смерть за всех. И еще себе покушал смерть. Я стою, ой-ой-ой. Вот это вкусил. Принял, да. Надо же как относиться к этому надо. Смерть. И о смерти сказать «вкусил» сколько считал, наизусть знаю, но никогда не задумывался. Испытал на себе. Ну это вот чаша смертная. Ну да. Это испытание уже потом не страшно. Игра на вкусил за всех. Ну у меня вот брат умирал. Я спросил, вот сейчас вот брат, который у меня умер, за бабушку пенсию отбирал, бил бабушку. Я ему пророчество сказал, это из Библии. Говорю, за то, что ты, говорю, не почитаешь старших. Я говорю, ты мало на земле проживешь. Ну и он последние дни вообще жить не хотел. Время даже, не дни, а года. Он прям по отказную написал. В одну больницу, в другую больницу. Отказную. Отказывается. Мать его в больницу сдаёт. Одна мать осталась. 78 лет сейчас. Ну то есть старенькая уже. Он оттуда убегает. Ну ещё мог ходить. Опять сдаёт, он опять убегает. Анализы не проходят. А отказные пишут. Они ему раз отказ. Они же с ним драться не будут. И такой всё. И пошёл в туалет. В туалет пошёл, говорит, она его придерживает. Подошёл, говорит, сел на унитаз, говорит, затрясся, говорит, и умер на унитазе. Марина, говорит, моя жена-то, говорит, и жил, говорит, грешно и умер. Смешно. Я бы точно так это не... Ну это не она сказала, это она повторила. Так и есть. А сколько лет? 54 года всему. Это однозначно. Это прям про него разговор. Как он себя вёл со всеми. Все его бросили в конце. И дочка, и сын даже уже при смерти он был и не приезжали. Так просто на мёртвого взглянули. И когда он в грамму лежал, я посмотрел, он такие... Усы у него отросли небольшие. Нос такой горбатый. И так он сильно мне напомнил Иоанна Грозного, который почил. Прям фильмы показывают. И именно с таким носом, вот такой кривой нос стал. Был нормальный человек, всё. Ну старик просто, полностью разложившийся старик. Вот такой худой, как доска, велосипед. Он ростом выше меня ещё. Ничего не осталось. И так до конца всё. И так и увёл. Я тётю Машу говорю, тётя Маша, я говорю, прожил, говорю, совершенно никчемно. Никогда никого не слушал, всё хотел делать сам. По-своему, а сам глупый-глупый оказался. Она говорит, ну он, говорит, жил, как хотел, говорит. Его заставить жить по-другому нельзя было. Ну то есть, чтобы Господь Бог и выполнял бы он заповеди Божии, это никогда бы не было. И отпевает, поп рядом там стоит. И брат мой подходит, ну его брат младший, мой двоюродный брат Серёжка подходит. И такой, вот Игорь, ты-то уж точно знаешь, а чё ж мы его не отпели-то? Я говорю, Серёжа, я говорю, если вам надо, делайте всё, что хотите. Ну ты знаешь, кто отпевать? Ну он же крещённый всё-таки. Его же твоя мама крестила, когда ему там было что-то пять лет. Я говорю, сколько раз он в церковь попал? Ни разу. Сколько раз он Евангелие взял в руки? Ни одного. Пригласил он папа хотя бы, хоть вспомнил о душе-то своей. Ничего не надо было. Подошёл я к его детям и говорю, дети, говорю, вот вам по Евангелию. Я говорю, отец ваш оставил вам величайший пример для вас. Ну я решил, как тётя Алла тоже говорила про мою бабушку. Я говорю, они такие на меня раз глазёнками смотрят. Ну одной девчонке уже 25, а пацану 22. И я говорю, он жил так, как никому нельзя жить на свете. Я говорю, проживите по-другому. Вот как в Евангелии написано. Ну этот, пацан-то ничего ещё, Игорёк. А эта девчонка, так она на меня как взглянула, вот так, затряслась аж. Потом, ну тут, чё против дядьки скажешь-то, она меня знает. И она только поникла головкой и всё. И промолчала. Ну вижу, её прямо аж колотит. Потом подошла, закурила вот так. Ну, я говорю, это тебе наследие от отца, говорю. И этот же тут же достаёт. И подходит его бывшая жена, достают и втроём стоят. Я подошёл, это, Света, его жена, обнял. Я говорю, Света, ну что, говорю, он вам оставил, говорю, в наследство? Плачете за него, говорю. Курите, говорю, все, с жёлтого цвета, вот такие, как сморченные лимоны старые. Ничего он вам не оставил. Игорь, а в детстве он какой был? Да, последний был бандит, хулиган. Я ещё раз читаю, без заповедения. И все уже были. Нет, это же стих. Я вечно был виноват. Время закончилось? Осталось ещё где-то минут 20. Да, 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 да. Или 15. 17 стих. Повторю. Ибо кратковременное, лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. А перед этим мы читали, посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Далее 17 стих. Ибо, то есть как бы итог, кратковременное, лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Толкование теперь. Изъясняет, каким образом обновляется внутренний человек и говорит размышлением, что скорбь кратко, то есть временно и легка, потому что временно. А слава и вечно, и имеет вес, то есть величие в высшей степени, ибо таково значение слов в безмерном преизбытке. То, что нас гонят, там, по-поносят, там, это всё кратковременно. А надежда за наши, что мы получим награду. Да я вот брату тоже, своему двоюродному свидетельствовал, вот о добрых делах заговорили. Он говорит, вы корыстолюбые, вы добрые дела делаете, потому что вы надеетесь в рай попасть, в рай попасть. Вы корыстолюбцы, а я вот добрые дела делаю, потому что вот ради, не ради Христа, а ради добра. А вы корыстолюбые, вы неправильно. Своё лицо. Что-то мало таких, кто ради Христа добро делает. А я перед этим-то читал, что делая добрые дела, не ради Христа, не вменится на страшном суде. Не вменится. Да, добрый человек. Да мы много добрых людей знаем. Очень. Очень много добрых людей. На славу Божию. Вот. А здесь как раз говорится о безмерном преизбытке о вечной славе. Ну и дальше продолжим. Я хотела сказать такое замечание по поводу наших всех собраний. Когда наше собрание просматривают и сказали, те даже, которые ходят в наш храм, сказали, что вы слишком, ну, как сказать, некроткие люди, дерзкие, гордые. И вы на самом деле совсем не такие, когда вот вы чем на занятиях. Превозношение чувствуется в каждом из вас. Какое-то, как бы вы выше, чем все другие. Это вот чувствуется, говорит, когда смотришь ролики о собраниях. Прям такие мы хорошие сами. А все другие такие плохие. И это даже видно открытыми глазами. Ну вот, даже неверующим понятно. И кому это понятно, да? Ну, если неверующим понятно, то тем, кто говорит, конечно, понятнее, еще понятнее, чем неверующим. Ну и тогда кто? Они тогда. Завистники. Пускай взглянут в свои очи. У них, может быть, за место дня там ночь, тогда какая их душа написана? Это Господь говорит. Это все уже говорил. Сергей тоже, мы об этом говорили. Что там. Вы благовествуете, то только на камеру. Ради тщеславия. Ради тщеславия там и так далее. А когда проходит мимо тебя, говорят, ты еретик. И проходит та женщина-то, знаю, стоит на клире, она там, все там. Я ее облукленную. И такая, и поворачивается ясным голосом. И она прям ждет от меня. А я, Евангелие, Слово Божие. Она такая, мы от еретиков ничего не берем. Ну хотя могла бы остановиться сказать, Евангелие в руках еретика. А то мы от еретиков не берем даже Евангелие. То есть ничего умного-то нету. Я говорю, она страшно судила, вам не страшно будет предстать с такими словами? Нисколько. Судят. И главное, подошли сектанты, начинают там, один, я протягиваю визитку, он только брать, я говорю, православный сайт. Он так отдернул руку, так спрятал, и такие глазенки. Высокий такой. Я говорю, что такое? Что ты? Что ты отпрыгаешь? Что, сатана там что ли визитке? Ты что? Да нет, я это. А другой, да ты что тут, гляди? А, православная. Я говорю, а если там что такое написано, чтобы отпрыгнуть-то? Он, я думал, свидетели Иеговы. Я говорю, вот сейчас мы будем бояться свидетелей Иеговы. Я говорю, что вы с ней не беседовали? Да нет, я не знаю, что у меня так, говорит, дёрнуло, не понял даже. То есть сектанта отшвыривает, прям как электрическим током. Меня посетил епископ старообрядческий. О, повезло. Ну, увастеть надо мне его. Я его приглашаю за стол. А нам с вами вместе нельзя есть. Так я и не сажусь, а прислуживаю. Он, что бы ещё придраться-то, повернулся. А иконы у вас это не коньянские. А надо они такие. Я в другую комнату старообрядческую икону водрузил. Молись. Ну, я буду, так сказать, молиться. А ты-то не молись, а да. А то нам с вами молиться нельзя. Я вижу, что его не остановить. Я говорю, вы знаете, придёт время. Вот у меня помойное ведро стоит. Я колоню, сядешь и будешь вылавлять крошки и поешь. Он сразу, мгновенно, как проткнутый шар, опустил голову. Ну, конечно, а куда ты доделаешься? Так это быстро? Ну, я говорю, владыка Силуан, молодец ты. А уехали в Австралию, и с нашими епископами Тихиям вместе пельмени едят в одной комнате. А то нам, видишь, надо просто помнить, что обстановка иногда меняется. И будет не так. И ты будешь по чужим заборам кружки собирать. Ну, чего уж так возноситься-то? Молиться нельзя, есть нельзя. Вот, сирену в бане мыться нельзя. Да ну, не мойся ты. Не мойся. Короче, вуз евреям заходить нельзя. Да будет тебе еврей по корчмам таскать-то. У него пятиполовный лайнер. Это точно. С унитазом золотым. Воня тут обрамовишься по твоим шинкам лазит. Вот жалко, что вот отец Олег-то этот, который что-то с нами дальше, не продолжает-то. Да. Вот сказали вы пророчество свое, и сбылось оно. Эх, Игнатий Ильич, нет, чтобы промолчать бы вам, а, в тот раз. Глядишь, еще бы раз нас пригласили. Сказал Игнатий Ильич, ничего, говорит, у вас не получится. Но я всегда с вами. Но тот батюшка сказал, отец Олег, он сказал, я, говорит, четыре года пробовал-пробовал вести занятия, и ничего и не получилось. Я так понял теперь, что он пробовал-пробовал сам, то есть безо всех вести занятия. Видишь, они обходят самое главное. И ничего не получилось. Вот выступает Олег, я его всегда ставлю в пример. И вдруг он говорит, крестить только в полное погружение. Но иногда бывает, и это затруднение, когда не построена купель. Да какое же затруднение-то построили. А раз это считается разрешением крестить, мочить только, купель нет, он и никогда не будет строить. Зачем она нужна? Когда это уже заранее оправдано. Игнать Тихонович, ну обязательно строить купель. Ну поставим бочку, вот бочку, туда сколько воды-то можно налить. И в этой бочке окрестили все. Ну это же законно будет, правда же? Конечно. Ну и какие купельники? Это очень дешево. Ну вот в Германии там крещение как? Вот даже дождь идет, с дождя вода стекает, вот эти вот, которые бочки там ставят, вот под дождевые. Вот такие вот ставят, и в них крещение принимают люди. И в них вот трехкратное погружение человека еще не было. Мама посчитала, вот она там в Красноярске ее крестил, вот отец Константин. Там их четверо было. Матушка, вот это, и там Татьяна с Николаем. Ну и вот маму крестили они, и сам батюшка. Что-то там вошло, 18 ведер. Мама говорит, еще бы пару ведер, да 20 бы. А то, говорит, он не совсем, говорит, удобно было сгибаться. Такой пластиковый, вот этот верх обрезанный. А он жестко держит. Его не до конца обрезали, а вот как горловину. И все, и лесенку такую, и все, она туда раз, спрыгнула. Назад-то, говорит, как подниматься теперь, уже забыли. Потом туда табуретку, говорит, опустили, она табуретку, потом перешегнула на лестницу. В общем, однако полезла туда все равно. И все, и он ее целиком вошла. Ну, говорит, правда, немного, говорит, так скрывалось немного. Говорит, ведерка бы два еще. Кольчушка короткая. Ну все, и вот она стоит вся мокренькая, и все, уже там ее по мазанию идет. Что интересно, соглашаются. И отец Олег, надо в полном погружении. Но, если моченый, ни под каким видом нельзя. Потому что можно и песком. И он говорит, песком метаказу. Олег Теняев, песок, слюни. Кочмар. Получил известное, вчера, кажется, положительное. В Красноярске со мной один переписывается, очень хороший человек. Ролик с ним поставлен у меня сегодня утром. Последний он, Юрий. И у него там двоюродный брат. Ну все наставят, когда приходят креститься. Ну не надо говорить про это, моченят. И тебя крестят. И меня спрашивают, говорите, не говорите. Я говорю, я стою на том, что надо говорить. Чтобы потом не упрекнули, что ты хитростью благословения, как Яков, получил. Ну, надо говорить-то. Ну он тогда пошел к архиерею. Ну все замерло, все молимся. И вдруг архиерея дает ему добро. Моченому, священнику, так тот священник-то сколько оговорок сделал, никогда бы не крестил. А уж архиерея сказал, тут выше всех соборов. Ничего себе. Все, теперь надо его крестить. Это второй уже случай. Второй, когда моченого. И они сказали моченый. Первый случай в Барнауле был, второй там. Но в Барнауле тут так получилось, что ей разрешил моченый креститься, а крестить другой. То есть они один исповедовал, а другой крестил. А там именно архиерея. Вот вчера ночью я получил это известно. Говорят, ничего нельзя сделать. Мне надо один ответ, еще ничего не делали. Начинай делать и тронется. Патриархия начинает что-то делать. Нам надо работать и пример показать, что мы любим нашего Господа и мы вас любим. Признать официально мочение вне закона. Вне закона. Это не крещение, это обман. Никакого перекрещивания нет. Просто обманули. Обманули. Ребенка надо резать. А тот, который резать, он не знал, что взял ему ногти, подрезал и говорит, я ему обрезание сделал. Какое обрезание-то? Ну, обрезание определенное место. И нож есть, и какая часть. Это все написано. Как делать-то? Но крещение может делать и мирянин, и даже женщина. Потому что с тем пора жена Моисеева обрезала и бросила обрезание к ногам и сказала, ты жених мне по крови. То есть женщина, а это прообразует крещение. Я вчера, когда в рёты считал, когда вижу мой материал, и как они его оформили, дословно весь скопирован, но меня нигде нет. Мне до того радостно было. Видимо, заграничный материал, а теперь оттуда они берут, это там монастырский, они ничего не убавили и не прибавили. Просто скопировали, но так как там синим светом и так красиво, ну красивее, чем у меня получилось. Можно вопрос задать? Как так получилось-то, что тех людей, которые вместе с вами, вы видели, начали лапкинцами-то называть? С чего это они вдруг такое сделали-то? Почему там не фамилии другого-то, а именно лапкинцы? Ну вот когда ты напишешь что-то, и тебя будут говорить, что Дубановец... Нет, так вы тогда о чём написали-то? О чём речь? О крещении, о войне, о покаянии, о Библии. И так говоришь. Так это в каком году тогда получается, но начали конкретно говорить, лапкинцы вот, конкретно услышали. Ну с 95-го. Она, пожалуй, права. Дело в том, что до этого нас звали златоустовцы. Ах, вот оно как. Это в откровении написано. Для слова Божи нетуц написано. Ну там да, что-то есть, но я думал, может быть, лапкинцы по колено было. Нет, тогда этого не было. Не было, да? А это после того, как община появилась, что ли, началось такое, да? Нет, после фильма, скорее всего. Вот она сказала, но это надо просто отверстие, видимо так и... После фильма златоустовцы. Златоустовцы. Нет, скорее всего, после того, как это... Как 95-й год и ходить начали общиной туда. А они смотрели-смотрели и потом это придумали. Почему? Просчитай вот отсюда. Вот надверстие, послушайте. Вот отсюда. Ну что? Вот отсюда? Так ведь говорил когда-то другой неутомимый. Еще чуть-чуть, маленько назад. Ну, читай. Давай, читай, давай. А то я что-то пока присмотрюсь. Какой? Ну, автосидент купец и дальше. Игнатий всегда старался поддерживать максимально близкий контакт с духовенством. Однако в одно время он был частым гостем и вепрахиальном управлении. Уговаривал и наедине увещевал знакомых батюшек. Обновление, оживление приходской жизни, безбоязненное и свободное общение священника с прихожанами, введение более строгой церковной дисциплины и, главное, усиление евангельской проповеди. Вот на что были направлены его усилия. Результаты, как нетрудно догадаться, были весьма разные. От самых внутренних и глубоких, включая всенародное покаяние двух священников перед их паствой, до таких вот, скорее, комических. Двоеточие. Ммм, опять Игнат пришел, придется проповедь и говорить, а то ведь накапает в ладыке. Возрыхает местный батюшка, отодвигая пальцем завесу и с неудовольствием взирая сквозь завитушки царских фрат на слишком хорошо знакомое бородатое лицо в толпе прихожан. Но что до того, как бы ни проповедали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Так ведь говорил когда-то другой неутомимый миссионер, во многом послуживший образцом для Златоуста со второй строительной, как окрестили Лапкина в статье Алтайской правды. Филипийцам 1.18. А почему, собственно, Златоуст? Не только корреспонденту пришла в голову эта действительно небезосновательная аналогия. Впервые ярлык сектанты-златоустовцы налепил на друзей Игнатия настоятель Барнаульского храма. Отец Николай Войтович. Дело в том, что, в кавычках, издательская деятельность Лапкина, которая затем привела его в Барнаульскую тюрьму и в Жанатас, начиналась как раз в записи всех творений Чветового Иоанна Златоуста в русском переводе на 62 магнитофонных катушках, около 600 часов звучания. Замысел был таков. Во-первых, лучшего способа размножения религиозной литературы в провинции не найти. Пишущая машинка – это очень малая скорость, драговизна, полуслепые экземпляры и неизбежные опечатки. Во-вторых, не все умеют читать. Да-да, православные-то бабушки в Сибири. Не все могут много читать. Слабое зрение, особенно у пожилых. Не все, наконец, любят читать. Не все приучены. А кто же отказывается сесть поудобнее, нажать кнопку, закрыть глаза и слушать. Да не кого-нибудь Айяна Златоуста. Как у нас Раиса Николаевна Блинникова ослепла. Да каждый день она благодарит Бога, что имеет возможность. Вот такой диск. И я, говорит, день и ночь под 13 по 14 часов она слушает. А вы знаете, кто это пишет? Это пишет Николай Балашов. Это заместитель председателя по внешним церковным сношением патриархии. Доктор богословия теперь. Он у меня был главный ходатай в Верховном Суде СССР. За мои пленки и прочее. Это он пишет. Это очень-очень большой теперь авторитетный человек. Какие у него награды, я почитал, от патриархии. Целую страницу занимает только количество наград. Дальше. Или. Что мешает слушать проповеди и жития за повседневной домашней работой? В-третьих. Когда человек читает книгу, он обычно один. А вокруг магнитофона как бы сам собой возникает кружок слушателей. Почему бы не пригласить еще соседей? И вот деревенские посиделки превращаются в прослушивание. Успех магнитофонизации стал превосходить все первоначальные ожидания ее изобретателя. За кассетами стали приезжать издалека. Просили их отовсюду. Знакомые. Знакомые знакомых. И просто прослышавшие. Архиереи, священники, монахи, причетники и миряне, молодые и старые, православные и неправославные. Образовалась очередь. Находились и те, которые говорил. За любые деньги. Но в этом отношении Игнатий с безукоризненной строгостью держался правило, принятого как обет в самом начале. Весь труд только ради Господа, абсолютно бескорыстно, ни копейки себе. Более того, неимущим складщину приобретали магнитофоны. Тоже для общего пользования бесплатно давали записи. Понимаете, это никого нигде не было. Я один был на весь Советский Союз. Ну не один, вокруг братья. Один-то ничего не сделаешь. Нигде одному ничего не сделать. Но факт тот, что в моем квартире на 12 квадратных метрах крутилось этот тон в студии. 15 магнитофонов самых современных. И все думал, как сделать. Как сделать, чтобы пишущая машинка-то не была найдена. А как, пол. А в это время стучат. И магнитофоны. Все мог спрятать за несколько минут. Ну самое большее, ну 3-5 минут. Все было спрятано. Да главное, уже обыскивают меня. КГБ лазят вокруг этого столика. И не могут найти. И говорят, ну откройте все-таки, чтобы лобиком-то не ломать. У меня было 6 тайников. Под пол для только. 3 нашли, 3 не могли найти. Вот это была интересная работа. Я говорю, неужели вы думаете, что мы эти кассеты будем у собаки в конуре прятать или в углярке? Какая же у вас грязная работа такая поганая? Я говорю, неужели вы будете искать там? Я с ним поговорила, еще немножечко поговорила. И он ушел. И не стал ни в конуру лезть, ни в углярку не пошел. И так ушел. А потом, Игнатий Тихонович, когда они увезли его, он приходит, а паспорт его исчез. Паспорта не было. Он приходит, а я так просто, мы дом-то не закрывали на замок. Я в сарай, а сарай через дорогу был. Пошла за дровами, за углем. И он приходит. Надежда Васильевна, как вы можете двери оставлять открытыми и уходить куда-то? Я пришел, там никого нет. Я говорю, а у нас всегда так. Я в магазин ухожу свободный, в сарай, говорю, и никто ничего. А вы днем, говорю, пришли замок, взломали и все забрали. И все забрали. Он, да что вы, Надежда Васильевна, прошел таким умильным голоском, говорит. Вы знаете, Игнатий Тихонович, там ему хорошо. Хорошо, в смысле, что у него там белое просто, нечистое просто. Все ему выдали. Вот, если вы со мной поедете, я вас отвезу, вы посмотрите и убедитесь. Я говорю, да нет уж, спасибо, туда ехать, с вами ехать, закройте. А ему, говорю, передачу некому будет носить. Ну-ка, сейчас, досчитай. Ладно. Магнитофонизация началась со Златоуста, но им, конечно, не ограничилось. Начитаны и размножены были Библия, жития святых с 1 до 19 века, добротолюбия, лестница, исповедь блаженного Августина, о подражании Христу Фомы Кемпийского, книги проповедей отца Дмитрия Дудко, исторический путь православия отца Мемана, апологические книги баптистского автора Рогозина. Моя собачка. Игнатий, как, впрочем, и Златоуст, не мог ограничиться чисто религиозной тематикой. Наговорил он и архипелаг ГУЛАГ собственным послесловием, и послания патриарха Тихона. Собрал и размножил записи своих бесед с верующими, включавшие их воспоминания о годах репрессий. Писал стихи, в том числе и провождя мирового пролетариата, как будет позднее сказано в следственном деле. В круг интересов Лапкина входили вообще очень разные темы, в частности и такие, которые мне весьма не симпатичны. Так, в 1978-1979 годах он размножил кассеты «Тайна беззакония в действии», в основу которой были положены апокалиптически интерпретированные протоколы сионских мудрецов. Ах, не хотелось бы мне и говорить об этом теперь, но придется. А то уж и вовсе я перейду в жанр жития или акафиста. Всем этим Игнатий занимался, не таясь по справедливости, не видя в своих делах ничего преступного. Последствия заставили себя ждать, пожалуй, дольше, чем можно было думать. Однако, в мае 1980 года он был арестован и пробыл до октября под следствием по статье 191, а потом был внезапно освобожден после того, как подписал заявление, что больше не будет размножать произведений политического характера. Справки, к которой он вышел из тюрьмы, в графе «Причина освобождения» было написано ввиду переменившейся обстановки. Сейчас Олимпиада закончилась, ближе на 100 километров к Москве нельзя было. Всех арестовали, всех убрали, пересажали. Всех до одного, до Дальнего Востока. При этом представитель КГБ сказал, что против чисто религиозной деятельности Лапкина никаких возражений не имеется. Златоуста своего размножай хоть мешками. Почти всю фанатеку, изъятую при обыске, в тот раз вернули, кроме, конечно, архипелага и еще некоторых вещей. Почти всю фанатеку, изъятую при обыске, в тот раз вернули, кроме, конечно, архипелага, еще некоторых вещей. За последующие пять лет Игнатий еще улучшил свою техническую базу и действительно размножил не один мешок магнитофонных пленок. Это был и Златоуста с другими прежними записями, и проповеди полюбившегося Игнатию Стокгольмского радиопопроведника Яла Пести, новые книги Дудко, труды отца Григория Дьяченко, трагедия русской церкви Регельсона. Свою подборку житий он завершил, включив в нее материалы о новомучениках, известную в самоиздате книгу «Отец Арсений» и другое. Слово данное в тюрьме держал, но видно, в кавычках, обстановка вновь переменилась и 9 января 1986 года Игнатия опять арестовали. Кто пишет это? Сейчас. В тот же день во многих городах страны пошли обыски, более чем у 30 человек были изъяты многочисленные катушки с записями. Златоуста со всем прочим вновь упаковали в мешки с печатями. Мы опускаем заключительную часть очерка о последующих событиях. Считатель узнает от самого Игнатия Латкина. Николай Балашов, Москва, август 1988 год. Зачем остановились? Книга вся из одних документов. Вторая коринфина, 4 глава, 18 стих. Вторая коринфина, 4 глава, 18 стих. Начнем с 18 стиха. 17 последний? Да. 17. Да, 17 прошли. Ну да. Помолитесь. Сюда не выходите, стойте все в комнате. В комнату заходите. Надучи внимание. Здесь, на ту сторону. Переди. Иди, сюда. Спереди стоим мы, вот с маленькой. Вы нас закрываете. Так, с дороги уйди отсюда. Иди с дороги. Назад посюда, сдай. Ко мне. Да-да. Такой порядок у нас. Если мальчик, то справа будет самый маленький мальчик. Ну ладно. Так, быстро туда проходите. Туда, перед нами не остановитесь. Впереди мы стоим. Войдите сюда, сестры. Сестры, туда зайдите за нас. Зайдите, места хватит. Мама, быстрее. Сюда, в эту сторону. Ой, 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 как собрали. Молимся. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил Господи. Прости меня грешеный и помилуй. Боже, всемогущий слава тебе за этот воскресный день. Мы просим. Даруй мир Израилю, Украине, России. И сохрани от повреждений ума, от болезней Владимира. И всех правителей мира обрати на путь покаяния. Даруй духовное рождение патриарху, епископам и священникам. И нас помилуй милости Твоей ради. Почти добрых жителей вселенной нашей распространи общины, дающие священникам место для занятий. За все Твои щедроты, Твое долготерпение, мы прославляем Твое всемогущество. Хвала Тебе и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней благоухания, приятная перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни их. И прими, Боже, нашу молитву о всех заповедывших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Боже, Боже. Спасибо. 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 А есть у нас ответы? Какое? В этой заключительной молитве можно добавить. Вот, Господи, в районах нас любима. Это можно все сказать. Дар их родности. Это, в общем, все можно... Это нужно, потому что знание нас занимает. Мы знаем, что больше раз нужно занять. Давайте, помогите. Сережа. Высокоумие, просто умирает люди от этого. Знание на крошку, а начинают о себе мысли. Я сегодня только сказал, я думаю. Ну вот хорошо был молитвен. Спасибо, конечно. И что мне делать? Ну как-то поговорить. С кем поговорить? С вами.